Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии Замопучи в Сидмэр Сивилизейшн 6 на уровне сложности божество и на скорости стандартная, а не как обычно сетевая. В общем, всё строится очень долго, открывается очень долго, играем очень долго. Но в этом и есть отличия. Но в любом случае, если вы случайно наткнулись на это видео, то перейдите к первой серии, всегда лучше смотреть с самого начала. А спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку. И напоминаю ещё о моей просьбе делать клипы к этому видео. Делайте клип, кидайте ссылку в комментарии к этому видео и я потом это всё собираю и делаю короткое такое видео по самым интересным моментам. Приятного продолжения просмотра. Ну видите, там 4... Хотя это он пушкой стрелял. Чё-то он танком решил только разрушить мне на сахаре и такое использование танков. Странное, я бы сказал. Так, ну что? Самолётик долетает. И танчик убивает. Нет, не убил. Ооо. Ну это нечестно. Это уже до пулемёта. Ну эти два раза у меня стреляют пулемётные роты. Там ты должен вот это всё разваливать просто. Так, квалик. 17 ходов. Продолжим исследовательские гранты. Хотя тут оказание помощи, конечно. Ну я... Ну я инка не достану по оказанию помощи. Так что, наверное, давайте забьём на это дело. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, надо как-то Дессы уже забрать. Сжечь еретика. Ну, кстати, этого малона они могут убить. Возможно, зря я так туда влез. Очень хотелось еретика сжечь. Непреодолимое желание сжигать еретиков. Контр, да. Это я в столицу. Следовательские гранты. Следовательские гранты. Так, открыли лазеры. Ядерный синтез, ядерный синтез. Ну вот где, может быть... Я всё-таки через ядерный синтез пойдём. Что у нас там по научной победе? Гильгамеш второй проект заканчивает. Да, вообще-вообще ничего там царапают. Короче, оборон, да, убили малона. Что же Александр осуждает? Который любит, чтобы... Воевали. Уж даже если Александр осуждает, то, наверное, я какую-то перешёл черту. Ну... Плотоводец Накапливается меньше усталости Хорошая В моем случае Монумент в Нью-Йорке Гранты Ну так много, потому что, опять же, лояльность низкая Даже, даже эти Пряности не обработаны Следующим ходом Увидим всю карту Так, это у нас Контрразведка Космопорт Да блин Так, проатакую просто Чтобы меньше силы было И попробую самолетиком Доби, не добьется Используем сразу Чтобы меньше Усталость была Тут стоим, ждем, когда Сарагоса Сама присоединится Блин, пряности в тундре Хотя, они тонут Нет, нету смысла туда идти Подрываем плотину В Уруке Так, этого Опять в Нгулу Перебрасываем В Казани Оказание помощи Или тут, поверьте Тут есть Ладно, 16 ходов Все равно лучше Следовательские гранты Торговцы закончились Давайте логистика Промышленной зоны Чтобы королев быстрее Так, здесь Следовательские гранты Ну, я второе займу Вряд ли я могу тут занять Первое Инг что-то так ломанул В помощь Всем Хотя он по дималатической И ты Не может победить О, шумера 0 Смотрите, у шумера 0 силы И он первый улетает Он с кем-то там воюет что ли Сейчас мы катить карту Увидим все И Гора Ра Райма была Эй, ядлая Кудаль Была И Искусственный спутник запущен Тут, наверное, ничего не меняем Так, гора Ра Ра Райма У Колумбии А, вот еще у Колумбии Так, подожди Смотрите, как гора Ра Ра Райма Расположена Вы видели такое хоть раз? То есть она тупо просто никаких бонусов не дает На самом деле Просто вокруг нее Нифига себе Вот это Ну, скриньте Я не знаю Я такой еще генерации не видел Чтобы просто вокруг чуда Одни горы были Восточно-корейские горы И То есть просто чудо получается Ничего, никаких бонусов не дает Она должна По две науки вокруг своих клеток давать Вот получилось вообще ничего Значит, не эта причина такого Такой большой науки у Колумбии Ну, охренеть Так, Шумер Второй проект Инг Второй проект При этом, почему у Шумера Нету армии? Война с Кореей А у Кореи 620 Ну Ну, он Акшак в осаде Ну, не видно Что бы его кто-то тут брал Прямо, скажем Не, Рорайма Это вообще 5 баллов Просто Просто 5 баллов Я сейчас Скрин, наверное, сделаю Тоже Да Ладно Аф Ядло Якудль А, это он у Рима Тут у Рима нормально Столица Эфиопии Так Как там Кволик Набивается Пока, да Беладельфия Маяк Маяк Цинциннати Гранты Успешно Бориса Годунова Добыли Так Должен быть Ваншот По идее Пушки Ваншот Арты Ваншот Танка Ваншот Корпуса Пушек Ну, что-то тут Японец Попутал, конечно Этого Добьем Отремонтируем Фабрику Так В Нгулу Лунную экспедицию Блин, что-то 8 ходов Долго Но Скволик Это Побыстрее Все будет Конечно Нужно Просто Развал Всех На континенте Я даже Японца Оставлю Так уж и быть Несмотря на то, что Так Подло Несколько раз Со мной Воевал Они Несколько раз ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, ничего не имею. Меняем. Блин, в конце, конечно, лагеря уже столько производства и денег дают. Вот тут было, ну то есть дополнительно, сколько? Четыре деньги, да? Конечно, можно было собрать, они производствуют, но тут мне уже кажется, для этих городов пофигу. Соседство театральной площади ставить. Плюс 41. Да, не, ладно. Да. 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 Встр� achievementou. Миллионآ... Мелнитого... Ищут. Умaksi. Миллион, миссия. Т общественная площадка. Неплохо. Плохой часть. так люди армии японии 190 думаю следующим ходом у него уже 0 будет просто бессмысленное нападение абсолютно прийти пограбить таким быть но 5 ходов то если буду следовательские гранты продолжать делать поселенец о чем-то эффектом поселенцы держал так ну чё силовые ячейки открылись не то мне кажется что вот тут или здесь короче давайте силовые ячейки откроем возможно то есть мне кажется что вот эта последняя экспедиция она где-то в тех тех которые ведут дальше где-то в тех техах я реально мог победить дипломатически если бы изначально на помощь переключился а не я откладывал это дело писателя заберем и это и и тоже иногда спрашивают зачем ты ставишь в городе там на 34 хода понятно что ты не построишь уже до конца игры это просто чтобы к этому городу не не возвращаться и все по забыть о нём Не видно Интересно, что Лалибелла почему-то тут не отваливается Последний город будет у Эфиопа Субтитры делал DimaTorzok Тем, может, лучше исследовательские гранты ставить Они, по идее, каждый ход дают Конвертируют, по-моему, 15% производства в науку в каждом городе То есть это хотя бы прям что-то давать будет Так, когда тут Чикаго-то с одним жителем А, ну, собственно, сейчас Ну? Блин, кибернетика Хорошо, давайте тогда эту теху Так, через робототехнику Кволик Шесть ходов Ну вот я королева получу То есть последнюю детальку мы тоже так ускорим просто Очень просто Ну? Ничего не разрушаем Все, всем рады в империи Мапучи Ну, была ошибка, жили Считали, что они Эфиопы Но на самом деле-то они Мапучи О, сломал дамбу Кстати, по технологиям как-то Пафелон осуждает По техам-то впереди А, подождите Почему технологии следуют? У меня 66, у него 56 А его первым показывают Все, минус Америка Типа потому, что он больше запустил Ну да, Инг закончил второй проект Валибала, наверное, плохо отваливается Потому что там все в городах Но я, наверное, Микеля захвачу И можно мир заключить С Эфиопом Мне Лалибела Вообще не интересно Вообще до четвертого уровня докачал Хотя вот это Нет ограничений на разграбление с воздуха Не помню, чтобы я этим Когда-нибудь сильно пользовался Так, два хода Докволик 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 танк приехал ну эти просто разваливают дайте самолётиком добью а не добил ну окей реально пулемётные роты вообще сергей королев тут ждет своего часа кстати тоже давайте к шумеру я проешь там инку летает но мы в такой дружбе были с инком чё нам друг с дружкой делить выряду космопорт и мокша управляет в столицу лучше религиозного деятеля скажет когда улетать в космос блин магнуса нейтрализовали вот это хреново это серьезный минус по производству это неприятненько да ущерб предотвращен второе место по кризису так давайте посмотрим что там инка по очкам дипломатической победы а то как то он не все равно далеко не знаю почему так вкладывался тогда там по-моему нету особых шансов аксум отваливается ну давайте наверное виктора в аксум тогда он должен по идее и на барселону тогда влиять а у у Продолжение следует... Надо, можно мир с эфиопом заключить. Он мне... А, очки не хочет дипломатические. Ну ладно. А мумия тоже нет. Мумия и самому нужна, как бы говорит мини-лик. Торговец. Да, ну не хочу такого. Какой-то неинтересный вообще. Слушайте, а тут... Монумент есть? Есть. Опять танк едет. Ой. Я же стрелять хотел. 145 сил. Мне кажется, это вот чисто вот эта армия танков и все. Так, может, такая из Японии... Еще один ход. А с Брюсселями чего-то, потому что японский он союзник, да? Да, пол континента. На самом деле, вообще нету никакой проблемы. Весь континент было бы завоевать даже... Просто быстрее я мог поставить карточку, например, на большее количество алюминия, и у меня было бы 12 самолетов, а не 6. Соответственно, я мог бы просто... Но это интересно. Нет. Где самолеты? Вот... В нескольких патчах рассказывали Феракси, что они научили... А компьютер пользоваться самолетами. Где? Где эти самолеты? Так, наверное, выкупаю. Ну, это... Такой себе я уже все информационные эры и так открыл. Ай, следовательские гранты. Да, продолжим просто, чтобы быстрее. Космопорт здесь. Стадион, наверное, просто куплю. Давайте. Ну, тут плюс 5. Ну, конечно, я уже поздно промышленную зону ставлю. Она, в общем-то, бесполезна уже. А хотя... Она на Нангулу будет влиять. Нет, наверное, даже не бесполезна. Почему? Она нахватит. Не бесполезна. Какая? Продолжение следует... 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 тут ничего не меняю да умные материалы и ускорялки вот здесь стопудово так что давайте третью экспедицию запускал 6 ходов ничего себе а чё так долго но это у меня самый производственный тем не менее город я прошу это но это три хода на сетевой был он переход на сего тоже долго так как ты мне город посмотреть ну да ангулу все равно больше всех 146 торговцев просто покупать уже мгулу сколько я могу их купить 2 все отлично нам а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все наземные юниты ближнего боя... Так... А есть тут процент... Вот, Международную космическую станцию... Давайте... Ну вот, скидка на улучшение, наверное, можно убрать... Давайте плюс один к перемещению на своей территории... 5% культуры... Я хотя вообще не являюсь юзереном, но я может сейчас куда-нибудь заброшу... Каких-нибудь... Эти кварталы Медины... Ммм... А, нарационализм... Немного... Когда взять 1100... Науки 57... Это, конечно, немного, но... Так... Значит, я хочу... Морскую традицию... Оперу и балет... Ну, на все... На... Послов... И... Направление будущего... Тут, конечно, вот не дает это производство... К сожалению, тут... Слушайте, а может я в каком-нибудь побыстрее будет, где у меня есть... Да нет, все равно там... Там просто караваны много производства дают из того города в любом случае... Ну, да сейчас... Эээ... Эти города... С губернаторами начали много давать производство... Но, тем не менее, все равно Дангулу... Не дотягивает... Хотя там логистика инженер... Говняный... Компинаническим оформляемым Но... С чего? так надо еще все-таки по ресам чтобы счастье вернулось возможно с кем-нибудь поторговать еще две соли у вавилона 2 какао шумера мой короче просто один на один давайте уже шумер какао один готов вот так и дальше смотрим цитрусовые торгую красители у византии чай у александра все остальное по у меня есть красители в византии и чай у александра поехали чаем конечно менее несчастны будут мои подданные то как они обещали в чужие не понимаю вообще по хорошему я могу успеть еще валету засоюзить у меня было 7 тут видите до последнего еще предпоследнего даже все успею по идее купить пока последний наису занимается около ноги вот это день по почему вот здесь такое смешение апостолов почему они именно здесь так тусят и хотят религию распространить а а а а а а а Возвращаем Губера Внгулу Он у соседства для гавани нафиг надо Ничего не меняем Это чисто ради Послов Два хода Ну как раз сказать по таймингу чуть-чуть даже раньше на два хода Сделаю все последнее Как у нас другие Между прочим вопрос Этот нанотехнологий даже не открыл Даже не открыл И инк даже не открыл Ну в общем то все понятно Давайте потихоньку подводить итоги Ну самое главное То есть мне народ Постоянно пишет Что чем Медленнее скорость Тем интереснее играть Типа тем сложнее На самом деле Сложность тут не меняется никак То есть На Тут сложность просто из-за того что Например на эпической Если у вас рядом Компьютер на божестве У которого пять дуболомов Вы просто не успеете построить Так это не сложность Это просто невозможность Как это связано со сложностью Как видите здесь Мне надо было Вот в начале Три дуболома построить Например Ну можно сказать Что кстати у меня поблизости Никого не было Типа Давайте скажем Вот тут мянгулу Получается Вот и куска Тут инк Ко мне не особо селился За горами кхмер И Сейчас куплю тут Караван И через пустыню Получился Немец Хотя вот немец Странно что плохо селился Мог бы и пораньше Тут поселиться Типа Если бы Прям близко было бы То Я бы и не вытянул Так Конечно Если вам в лицо Ставят Компьютер с пятью дуболом И вы просто не успеваете Построить армию Так в чем тут сложность Спрашивается Это просто невозможность Какой-то пройти игру А сложность От скорости игры Не влияет Более того Я смотрю что я даже быстрее Похоже улечу Чем на Так Флотоводец Да нафиг мне такой Флотоводец Улечу чем на сетевой скорости То есть сейчас 232 ход По-моему То есть делим на два Это 126 На 126 Это Очень быстро Для сетевой скорости Был бы улет Ну я конечно сейчас Еще не улетаю Но вот уже Практически Последние Последние эти Достраиваю На родной территории В центре Послушаю Что меня больше Губернатора Не убирали Это за счет того Что именно За счет войн Я могу больше Городов захватить И это проще И мне кажется На эпической Грубо говоря Если вы Отбиваетесь Первый Вот Самое начало Когда у вас мало армии То в дальнейшем Вам даже наоборот Легче на сетевой Именно потому Что вы сможете Больше захватить И у вас круче Будет развитие То есть 1400 науки Тут понятно Что Я очень быстро Выхожу Куда угодно И улетаю Поэтому я бы Не сказал Что Более медленная Скорость Лучше Интереснее На сетевой Скорости Вы Собственно И быстро То есть Ну Не знаю Может быть Если меньше Участников Тогда это имеет смысл Потому что Тогда можно И как-то Военно победить Но я же не буду Тут Я уверен Даже что На самом деле Я бы тут При желании Вот если бы я так Поставил Именно цель Всех захватить Я могу тут всех захватить На этой стандартной скорости Потому что Я бы просто пошел Не в улетание А в постройку Ядерных ракет Я бы Закидывал И захватывал Столицу Кидаю ядерку Захватываю столицу Кидаю ядерку Захватываю столицу Но Это интересно разве? То есть Это этим интересно Заниматься? То есть Континент Я просто зачистил бы Самолетами Поставил карточку На На этот На Алюминий Дополнительно У меня было бы Не плюс 6 алюминий А плюс 12 12 самолетами Ну то есть Грубо говоря Уже бы к этому моменту Я бы всех захватил Здесь на континенте Весь бы континент Был мапучский А этих бы Просто приехал Под лодками И кидал бы ядерки Но это же Не интересно Просто Так Давайте я построю Я тут могу Плотины построить Купить За веру Вот здесь Например Стоп Пропустил А все Тут уже все Утонуло То что Можно было Защитить К сожалению Я купил Здесь Но Ну ладно А Чикаго Ко мне присоединилась С ним Оставлю Его у себя Так уж и быть Так Четвертый проект Запуск Межпланетной экспедиции Используем Королева Все запущено Один ход Просто откладываем Производство Начнем Ускорялки Строить Не знаю Ну То есть Если вам Я же не Не утверждаю Что Типа Не играйте На эпической Там скорости То есть Эпической Это все То же самое Это вопрос Сколько вы потерпите А зачем это Вот время тратите Получается вам еще дольше побежать Вы уже поняли Что вы победили На сетевой скорости Это занимает Там 10 ходов А на эпической 40 Да То есть вы 40 ходов Сидите Просто заканчиваете Так а кто там отвалился А Микелин Ну и хрен с ним Короче Тогда Так Корялки Тут Космопорт Один ход Строится Здесь А в ноге Мы вообще Не строили Так Ядерку Давайте 186 Продолжение следует Блин Еще где-нибудь Есть Космопорт Что-то Как-то Мало Космопорт Я думаю Я маму Что-то Думаю Как-то Больше Построю В принципе Еще один Достраивается Следующим Ходом Нормально Так По-моему Больше Нету Космопорт Можно Не искать Ну Сельские Гранты Уже Тоже Не нужны Как вы Понимаете Все Сделано Линкор Приятненько Линкор Интересненько Так Один ход Дангулу Кого-нибудь Тяпнем Уже не обязательно Кстати Только отсюда Отправлять Дальнюю связь Открою Чтобы Я наверное Не успею Ядерку Кинуть Уж Извините Где вообще Сейчас откроем Подлодку Куплю ее Вообще В Кахоке Шесть ходов Возможно И успею Так Так А я Кого-то Да Не дал Сорвать Ракетостроение Отлично Так Этого В центре Города Оставляем Как guar Дальше В abruptly Затем Города В noun Кахerson Кахно В этом В Кахер В Дальше ну вот это вопрос просто траты времени я не вижу что игра на сетевой скорости делает ее легче честно говоря то есть я бы сказал что игра на более медленной скорости делает скорее невозможный в принципе победу просто невозможные потому что ну когда у вас в пяти клетках появляется компьютер с тремя поселенцами и пятью дуболомами сразу обставляет ваш город этими своими городами давит лояльностью и питью дуба дуболомы вас атакует а вы можете построить еще долго сколько там через 12 ходов только но это же не вопрос сложности просто ну такой бонус который невозможно перебить вот и все на более медленной скорости тупо теме ну как бы дольше ходов ты страдаешь так получается но это взять что те сложно при этом это как-то по-другому действуешь ну это мое такое отношение то есть давайте вот играющий на более медленной скорости тоже можете возразить ну и и вам зрители вот вы сейчас смотрели на стандартной скорости вам как больше понравилось фа против компьютеров на стандартной скорости или на сетевой скорости проголосуйте как вам больше нравится просто напишите нет не проголосуйте делать типа на стандартной сети вы просто напишите как бы развернуто как вам больше нравится почему и почему я бы искал что мне типа совсем не интересно было нормально тоже вполне на стандартной скорости во-первых я вижу что это реально ощущение чтобы быстрее ты все исследуешь просто потому что я больше захватываю и получается быстрее все открываю то есть быстрее по отношению к сетевой скорости вот делим количество ходов на 2 235 там предложим я улечу на 240 ход то есть это 120 ходу а даже до 120 ходов 120 ходов сетевой скорости типа должно быть потому что сетевая скорость в два раза быстрее этой нормальной ну и то блин где подлодка или я еще открыл уровень о еле увидел 5 к хокке и купим торговцы быстрее бомба надо же в конце ядерку запупырить реально дипломатии вообще мог победить ну читал бы проекты тут куча очков бы дали то есть я вот чисто тут уже восемь девять ну счете 45 уже пять очков было то есть у меня вы читали через шесть ходов было бы 17 очков и там я несколько прос по помощи просто проигнорил то есть на этой скорости вообще дипломатии изи побеждать похоже из но именно за счет кучи вот таких кризисов о помощи два очка дипломатических хотя возможно мог бы и раньше победить до дипломатии но походу не успею все-таки ядерку бросить вы уж извините слишком быстро улетаем а тут столько же ходов лететь может лететь дольше а тут 50 световых лет а сорян тогда и успеем ядерку на кого мы бросим тут на втором месте ну и конечно на втором но я бы не знаю всему на боливару мне как-то всю игру не нравился еще одному помешал космопорт не поломать так сколько мы уже улетаем от 8 вход 10 уже придают по ходу ходы 3 наверное осталось художники ученые 3000 производства для космической гонки и паша я могу таким можно только одну ускорить до вот для харихара лай у нас где вот здесь да только одну ну просто на 4 хода самая долгая получается я уже в космопорте трех шпионов убил чужих так сколько в кахоке 3 хода черта может и не успею кинуть ядерку как тут уже помощи на первое место именно помню все города ухты инг меня осудил ничего себе вот это поворот ну так может тогда в него кинуть ну а чё он дружили дружили осудил я считаю это достойно ядерные ракеты в лицо так апнем самолетики на более крутые и ждем ядерку два хода до так ну так 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 да на втором есть ну тут по-моему вообще сейчас было бы мне изи дипломатии побеждать правда опять все-таки вылечу мне кажется раньше чем закончится просьба о помощи а ядерку все-таки успею бросить так смотрим 31 ход преодолела да через ход победа следующим ходом ядерка появится успеем бросить ребят показание помощи может быть и не вышел кстати фига себе душу во всех городах просто просьба о помощи читают и по а нафига это делать если у вас нету шансов на эту победу то есть но не понимаю как у них так приоритеты расставлены просто вот у компьютера так вот сложность должна быть в стратегической игре как мне кажется именно из-за действий компьютер я не говорю о том что он должен прям нагибать тактически да но вы живите вот я захватываю русского у него не обработаны ресурсы сейчас компьютер например зачем-то читает проекты на просьбы о помощи хотя он не может дипломатически победить ему эти бонусы которые он получит за итог этой просьбы о помощи вообще ничего не дадут ну то есть дело даже не то что он там плохо действует он действует неадекватно за расширение территории и последняя ядерка пока мы не улетели так куда нам тут красивые и запупырить но вот сюда тут куска куска накроет космопорт накроет универ потому что нефиг осуждать когда мы друзья всю игру красота торговца наймем помадой торговать будем да тут shift enter еще выбираю конец игры в общем то по 17 минус одно здоровье на минус 4 обороны ну короче ребята еще раз прошу и говорю напишите пожалуйста в комментариях как у вас впечатление от стандартной от игры на стандартной скорости вместо сетевой я я не вижу особых причин честно говоря на нее переходить я не ощутил какой-то большой разницы сложность должна быть но вот есть на отличие тут все-таки компьютер каким-то макаром он там разбить распилили нидерланды они но это все он получил ачивку за 1 победа замопучая давайте рейтинги посмотрим графика ну как как всегда то есть ты до какого-то определенного момента отстаешь и вот реально то есть опять полное ощущение что компьютер в какой-то момент просто останавливает он не умеет видимо в науке ну давайте науку откроем где тут уничтожено юнитов кстати естественно я больше всех уничтожил юнитов создана чудесну ладно предположим не я ну и районов и так эти за захват это вот тоже неверно вот наука игрока вот какой-то момент ты идешь идешь да ну даже вот и где-то в центре даже вот тут вы наверно не видите вот тут в центре то есть более-менее иду потом в какой-то момент вот здесь наверно универы построены вот тут где-то я лабу построил вот тут такое ощущение что компьютер просто либо он даже лабы не особо умеет строить либо он не понимает как то есть он электричеством похоже не пользуется такое ощущение то есть тут есть механики которые позволяют существенно улучшать показатели вашей империи тоже электричество компьютер как будто о них не в курсе то есть это сделали для игроков а компьютер не научили ими пользоваться и давным давно то же самое там касается почему я отключаю эти режимы то есть случайные технологии монополии варварские кланы они просто ухудшают состояние компьютера по что компьютер не умеет ими пользоваться снял вот полное ощущение что фераксис добавляли механики но компьютера них не в курсе искусственный интеллект в принципе здесь то нормально идет тут еще более-менее то есть ты воюешь есть ощущение какого-то что ты наравне с компьютером а тут он внезапно оба вообще не понимаю что происходит такой игрок улетает вообще тут ничего нечем было заняться кроме как улета кроме как улететь и ну и понятно что там в те их и выхожу и так далее и так далее компьютер опять сколько было патчи что компьютер научили пользоваться самолетом где тут самолеты сейчас были где тут были самолеты вообще но можно сказать что этом раньше вышел самолеток бипланы где где самолеты на нефти где война на самолетах от компьютеров чем самолетами никого не захватывает тоже самое ультима не вы не говорю против меня но просто чтобы с другими компьютеры с компьютером как-то воевали где вот это вот почему это не происходит ну и зачем мне собственно это наблюдать 240 ходов вместо 150 ходов на сетевой скорости но опять же ваши впечатления и ваше мнение более медленной скорости прошу писать в комментариях давайте там я видел что меня смотрят люди которые на эпической играют я не вижу причин играть на эпической только потому что ты просто вот вот это вот будет длиться как у меня тут сколько 140 ходов на эпической будет 280 ходов длиться да и что зачем я потом дальше еще столько же ждать своей победы когда я и так понял что я победил на эпической сложности только вот здесь самом начале потому что просто у компьютера офигительный бонус который ты ну никак не можешь победить то есть и просто надо в каждом городе обязательно строить дуболомов сразу начинать и вот за счет этого то есть надеяться что тебя не вынесут но это не сложности еще раз повторю это просто невозможность сыграть невозможность отбиться на этом все спасибо что досмотрели спасибо что смотрели играйте умные игры напоминаю про клипы пожалуйста все-таки в комментарии ссылки на клипы покидайте сделаю мини видео на это все пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока должна собирается подарков